Здравствуйте. Я очень переживаю, но надеюсь, я справлюсь вместе с вами, и Илана будет моим голосом, и я думаю, она сделает мою презентацию еще лучше, чем оригинал. Значит, на сегодня я хотела бы рассказать или поднять такие вопросы, как синтез речи, клонирование наших человеческих голосов, и особенно в наш век стремительного, экспоненциального развития технологий искусственного интеллекта. Также хотела бы рассмотреть, является ли голос объектом интеллектуальной собственности, в частности, в Российской Федерации, и как вообще можно охранять наш, защищать наш голос согласно законодательству, привести некоторые примеры использования синтетических голосов сегодня, и что мы, как переводчики, можем сделать, чтобы защитить себя, например, от несанкционированного использования наших голосов. И давайте начнем. Начну сразу же со сложной цитаты, но вы видели ее в глоссаре, который я вам отправила. Это цитата из повести Тургенева «Степной король Лир», и она описывает голос одного из главных героев этой повести, помещика Харлова. Звучит она так. «Голос из этого рта выходил, хотя сиплый, но чрезвычайно крепкий, язычный. Звук его напоминал лязг железных полос, везомых в телеге под дурной мостовой. И говорил Харлов, точно кричал кому-то в сильный ветер через широкий овраг». Я прочитала, и у меня прям мурашки по коже от этого описания, такого описания голоса. И мне интересно, как вы думаете, машина, компьютер или искусственный интеллект способен ли воспроизвести все эти тонкости человеческого голоса. Все мы думаем и уверены, что наш голос уникален, обладает уникальными характеристиками, качествами, и он на самом деле в какой-то степени определяет нашу идентичность. Голос как изображение является чем-то конкретным и одним из наиболее ярких и узнаваемых проявлений нашей личности. По голосу нас узнают другие люди, мы узнаем других, своих близких, друзей, коллег. Голос может вызывать эмоции, будоражить чувства, и голос любимых нами людей остается в нашей памяти навсегда. То есть если голос является нашей идентичностью, нас как личности, и если еще подумать о том, что профессия тоже определяет нашу идентичность, а если мы работаем с голосом, то для людей, которые работают с голосом, голос — это и есть вообще наше «я». И кто тогда мы без нашего голоса? И я, например, лично до того, как я начала готовиться к этой презентации, была уверена в том, что человеческому голосу ничего не угрожает, что вот точно искусственный интеллект не украдет наш голос, и мы, как переводчики, будем защищены от этого. Но я ошибалась, как не прискорбно это признать, потому что сегодня мы видим, что искусственный интеллект, он открыл ящик Пандоры. И будь вы бумерами или думерами искусственного интеллекта, будь вы воодушевлены чудесными возможностями, которые перед нами открывает искусственный интеллект. Или наоборот, может быть, вы страшно этим напуганы. Но что является неоспоримым фактом, это то, что на самом деле ни думеры, ни бумеры не знают, где или к чему приведет нас развитие искусственного интеллекта. В философских терминах мы сейчас переживаем так называемую сингулярность. То есть искусственный интеллект развивается, а где мы окажемся в итоге этого развития, никто, к сожалению, не знает. И только время нам покажет. И кроме этого, интересно или страшно даже то, что интеллект сейчас, искусственный интеллект интересуется не только нашей внешностью, но и голосом. Я, например, специально для этой лекции, презентации, зашла на сайт, который называется Eleven Labs, и там просто отпадает челюсть, можно сказать, потому что там сотни, может быть, даже тысячи разных синтетических голосов. Вы можете создать клон своего голоса, вы можете улучшить характеристики, качество своего голоса, вы можете создать искусственные голоса на разных языках, с разной частотой, звонкостью, тембром, и даже можете отрегулировать скорость вашего говорения и даже акцент. То, конечно, это действительно пугает. И нам нужно быть очень осторожным, особенно сейчас, потому что технология развивается намного быстрее, чем развивается закон. И чтобы мы не оказались в такой не особо приятной ситуации, как оказалась Джоанн в одном из эпизодов сериала «Чёрное зеркало». Всего-навсего героини этого сериала не прочитали мелкий шрифт в контракте. Речь идёт, здесь рассказывается о том, как две героини подписали какие-то там контракты и не увидели, что они продали все свои права на изображение, на голос, на образ компаниям, и компании просто начали воспроизводить малейшие их движения и шаги и показывать это на стриминговых сайтах. Поэтому нам нужно внимательно читать, что же написано в законодательстве и знать, какие у нас права, как мы можем защитить наше право на голос. Здесь важно отметить, что право на голос — это не право на голос при голосовании, когда мы выбираем президента, например, а право на голос как идентификатора нашей личности. И я, к сожалению, успела только рассмотреть законодательство Российской Федерации и вскользь упомянула другие страны. Теперь немного юридического языка, но, я обещаю, будет не совсем сложно. Значит, Гражданский кодекс Российской Федерации предусматривает только охрану изображения гражданина. Но об охране голоса как такового в кодексе речи не идёт. То есть изображение гражданина может распространяться только с его согласием. И также, если оно было распространено в нарушении этого законодательства или если гражданин на это не давал своё согласие, тогда он имеет право требовать удаления этого изображения. Некоторые говорят, что голос можно по аналогии применить к этой статье, но всё же открытого явных норм по защите голоса в Гражданском кодексе РФ нет. Также, например, можем проанализировать, включён ли голос в нематериальное благо. К сожалению, тоже в кодексе нематериальное благо голос не включён. Гражданский кодекс устанавливает открытый перечень всех охраняемых материальных благ и упоминает только что иные нематериальные блага. Но явно голос здесь не прописан. И при том некоторые юристы также утверждают, что личное право на голос человека — это абсолютное право, и перечень таких абсолютных прав должен быть закрытым, а не открытым, как здесь в этой статье. И, соответственно, для закрытого перечня нам нужен определённая законодательная норма, которой ещё нет. Также голос, согласно российскому законодательству, не является объектом интеллектуальной собственности, а только фонограмма, то есть его запись, как нам, кстати, об этом уже сейчас рассказала Габриэла. И тем более нет никаких законодательных норм, которые бы каким бы то ни было образом регулировали защиту или регулировали бы вопросы воспроизведения нашего голоса или использования нашего голоса искусственным интеллектом. Поэтому нам нужно за этим внимательно следить. И первыми, кто начал поднимать тревогу, это были дикторы России. И ещё в январе 2023 года они подали требования в Госдуму с требованием создать или установить специальное регулирование синтеза человеческого голоса. Потому что прежде всего они стали видеть, что искусственный интеллект начал красть их голоса. И на фоне этого они опасаются снижения своих доходов. И не только снижения доходов, а даже вообще исчезновения их профессий. И что российскому законодательству нужно было бы сделать, как рекомендуют юристы, это включить голос или право на голос в объекты как в нематериальные блага, то есть в объекты личных неимущественных прав гражданина. Или в права личности или личные права. Как это уже сделано во многих других странах. И права личности в этих странах включают право на имя, голос, изображение, образ и, может быть, еще какие-то моменты. И, например, это уже голос включен в такую категорию в таких странах, как США, Германия, Франция, Швейцария, все скандинавские страны. Украина, кстати, Бразилия, Эквадор, Перу. Поэтому надеюсь, что скоро в России тоже такое будет. Очень интересный и решающий момент, я бы даже сказала, важнейшей вехой в регулировании этого вопроса является законопроект, который буквально на прошлой неделе был подан на рассмотрение в Конгресс США, который называется No AI Fraud Act, законопроект о защите граждан от дипфейков. И этот законопроект, мне кажется, является первым в своем роде. Он предусматривает наказание за использование генеративного искусственного интеллекта и машинного обучения для копирования образов и голосов без согласия людей. Также он признает за физическими лицами абсолютное право собственности на их внешний вид и голос. Передача этого права может осуществляться только в согласии, только самим физическим лицом. И, что интересно, при этом авторские права не прекращают действовать и после смерти человека. Так что это был первый шаг, серьезный шаг в решении этого вопроса. И я думаю, все мы должны следить за развитием событий. И что привело, на мой взгляд, к созданию подобного законопроекта, это одно. Одним из первых толчков послужила забастовка гильдии сценаристов и актеров Голливуда, которая началась в мае 2023 года и продлилась почти 100-150 дней. Она закончилась вот совсем недавно, в прошлом году, 8 ноября. И одной из главных проблем, которую поднимали сценаристы и актеры, это было как раз использование ИИ. В результате профсоюзы смогли достигнуть того, чего они добивались. И теперь сценаристы могут использовать искусственный интеллект только если позволит студия. Сама студия не имеет права заставлять работников использовать искусственный интеллект. Также студии должны предупреждать, если они использовали искусственный интеллект в своей работе. И, кроме того, искусственный интеллект не имеет права использовать материал или сценарии, созданные людьми, в обучении своего искусственного интеллекта. И для актеров студии могут использовать искусственный интеллект только с их согласия и при этом еще и компенсировать создание цифровой версии образа артиста. Ну и образ, соответственно, включает тоже голос. Теперь давайте немножко я вам расскажу о положительных сторонах клонирования голоса. Например, мы как потребители выигрываем, с одной стороны, конечно же, мы как потребители, бизнес тоже. Все мы любим слушать аудиокниги, некоторые из нас любят смотреть дублированные фильмы, и у всех у нас есть сотни, ну не сотни, ну десятки приложений на телефоне. И представьте себе, что вы можете слушать аудиокниги на всех языках мира голосами ваших любимых знаменитостей, и при том, что эти знаменитости могут говорить на других языках, на которых они в реальной жизни не говорят. Например, приложение для сна и медитации. Представьте себе, вы засыпаете под успокаивающий голос Брэда Питта или Скарлетт Йоханссон, например. Но если вы не хотите слушать знаменитости, то будут созданы или уже создаются миллионы разных голосов. То есть вы можете выбирать, с кем вы хотите, грубо говоря, засыпать, каким голосом вы хотите слушать вашу любимую книгу или фильм. И, кстати, также если автор вашей любимой книги родился в 20 веке, и есть какие-то примеры записи его голоса, но, к сожалению, он уже умер и не может записать вам, озвучить вашу аудиокнигу, искусственный интеллект может восстановить его голос. То это тоже действительно то, чего многие из нас бы хотели. Но обратная сторона медали в том, что где или куда девать всех наших актёров озвучки, актёров дупляжа, дикторов, актёров просто, если искусственный интеллект полностью может заменить их голоса. И не только голоса, а даже их изображение и их образ. Например, недавно под Рождество приложение Каум выпустило такую себе сказку на ночь, рождественскую сказку на ночь с голосом американского известного актёра Джимми Стюарта. Он уже умер, и искусственный интеллект полностью воспроизвёл его голос. Можем ради интереса заслушать его голос. Надеюсь, вам будет слышно. И это действительно поражает. Скажите, если можно это сделать с миллионами любых голосов, это, конечно, невероятно. Следующим интересным применением искусственных голосов сегодня является использование этих синтетических клонированных голосов в так называемых ботах скорби. Что это значит? Боты, искусственный интеллект создаёт голоса ваших умерших близких, и вы продолжаете с ними разговаривать после их смерти. Некоторые психотерапевты говорят, что это полезно, и это помогает принять боль утраты и принять ваше горе. Также невероятным применением является то, что мы можем вернуть себе голос. Например, Вэл Килмер потерял свой голос после перенесённого рака гортани. И для фильма «Топ Ганн» искусственный интеллект восстановил его голос по уже имеющимся записям его голоса в старых фильмах. Небольшое. Здесь совсем чуть-чуть. Вот такое, такие чудеса искусственный интеллект может выполнять. И теперь перейдём к голосу, как мы можем защитить себя как переводчики. Мо Гавдат, бывший директор по развитию бизнеса, считает, что мы уже выпустили джина из бутылки, и он говорит, что к 2045 году искусственный интеллект станет в миллиард раз умнее человека. И это действительно страшно, потому что если он в миллиард раз умнее нас, то как мы можем вообще с ним бороться? Поэтому я думаю, что бороться мы с этим не можем. И что нам остаётся сделать, это найти себе применение, как мы можем приспособиться к этому стремительному развитию технологий. Один из первых шагов, которые в этой индустрии наблюдаются, это, например, национальной ассоциации. Дина, я Ронни Гао, административа этого группы. Я чувствую себя очень плохо, чтобы интервенеть здесь, но вы можете закончить в 2-3 минуты? Да, 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 я успею. За 1 минуту здесь осталось только 2 слайда. Всё, я даже не буду их все читать. Национальная ассоциация актёров-дубляжа вместе с гильдией сценаристов и актёров США уже даёт пример условий, которые актёры озвучки, актёры должны включать в свои контракты, которые как раз и запрещают использование голосов для синтезирования и машинного обучения и создания цифровых двойников. Поэтому я попросила вот чат GPT создать нам, переводчикам, подобные условия. И мы должны чётко сказать, что клиент не имеет права использовать голос переводчика для обучения искусственного интеллекта, клонирования и создания цифровых двойников. Поэтому я думаю, что на данный момент мы себя можем как-то защитить. А что уже будет дальше, неизвестно. И, кстати, Zoom в его условиях обслуживания говорит, что он не использует наше видео и аудио для обучения моделей своего искусственного интеллекта. Поэтому мы в этом плане здесь защищены. И большое спасибо за внимание. И огромное спасибо Илане за её труд. Продолжение следует...